В малом зале городского театра молодое поколение Анапы. Те, кто по итогам 2013 года достиг наибольших успехов в культуре, спорте, образовании. На курорте 35 тысяч людей в возрасте от 14 до 35 лет. Студентов больше 6 тысяч. Выбрать лучших было непросто. Вы очень много делаете для того, чтобы прославить наш город. Я не буду перечислять сегодня достижения в учебе, достижения в спорте. Мы будем награждать этих молодых людей, будем отмечать их сегодня. Но, наверное, больше делаете, чем среднее поколение. Я уверен, что вы более креативно, более прогрессивно смотрите на свое будущее. Мэр Анапы Сергей Сергеев уручил благодарности специалистам молодежных центров, преподавателям и студентам высших и среднеспециальных учебных заведений, сотрудникам анапских здравниц, спортсменам и артистам. Самые активные молодые люди продвигают курорт не только на местном уровне, но и за пределами края. Сегодня хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете. Вы действительно золотой фонд, золотая молодежь. Те представители нашего славного города Анапы, которые все делают для того, чтобы светлое будущее у города Курорда было обязательно. Один из представителей золотого фонда молодежи Анапы – студент Иван Марченко. В этом году стал лауреатом всероссийского конкурса «Моя законодательная инициатива». Обошел 350 конкурентов, защитил проект и вошел в резерв Государственной Думы России. Моя работа, она относится к категории бюджетного налогового законодательства и посвящена законопроекту о деятельности коллекторских агентств в нашем государстве. Данная проблема, она уже существует не первый год, она требует решения. И моя работа была посвящена этой проблеме. И для решения ее я предложил разработать специальный федеральный закон, который устранит правовой вакуум данной области. Для развития молодого поколения на курорте делают много. Специалисты молодежных центров проводят мероприятия на самые разные темы и перестают призывать молодежь к здоровому образу жизни. Успехи спортсменов, победы творческих коллективов на конкурсах – пример для многих. Хотелось бы посоветовать молодежи быть активными, участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся в нашем городе, собираться, общаться и не забывать, что это их время, это наше время, это золотое время. По красной ковровой дорожке прошли лучшие юноши и девушки курорта. Талантливые ребята проявили себя и получили заслуженные награды. Ими гордится город.